Почему у тебя опять неудача, а ты партнер по жизни, а я не хочу с тобой больше, ты не нарадишься, а потом дети тебе говорят, ты нехорошая мама, ты не классный папа. И вот постепенность нашей личности превращается в комок, блокированный комплексный, нажимальный и раненый. Потом ты скажешь, ну, есть возможности как-то стать, да, и получается, я тебя люблю, говорит, мама, по-любому я тебя люблю, мама, и дети, я говорю, я не только иду, но и другой, и мы как-то стараемся опять доверяться среде и опять открываться людям. И у нас она включается, потихонечку, потихонечку, но, когда ты раньше был лучше, как-то был активистичный, с юмором, мы все такие, какие остались после травмы. Но, ребята, не существует людей без травмы. Есть люди, которые решают для себя встать выше этой травмы и превратить ее в благословение. Если вы захотите узнать таких людей, вы их найдете, и просто вы будете в шоке от того, как они умеют бороться за свое счастье. А знаете, почему они это делают? Потому что они понимают, что они, они являются творением Бога. И когда ты понимаешь, что Бог сделал для тебя, Он бросил в небеса, пришел тут, страдал, умер за нас, то как ты имеешь право себя не любить? Как ты можешь сказать, что ты недостойен? Будь счастлив. Это юзер, который, дьявол так красивый, очень хороший человек, он всегда скажет, что ты недостойен этого. Не подходи к Богу, стой там, потому что ты недостойен этого. Но Он так и сказал, что ты можешь убить ближнего, только после чего? Полизаешь себя. Потому что не может дать любовь, если она в тебе не живет. Только когда ты повернешься к себе и приняешь себя в таком, как ты есть. С чертами отрицательного характера, с травмой, в одиночестве. Но ты понимаешь, что в тебе есть искорка, в тебе есть частичный Бог, Бог. И вот тогда ты станешь. И скажешь, я хочу к тебе, Бог. И тогда вся Вселенная, вся Вселенная к тебе подойдется. И ты это почувствуешь. Просто станешь и будешь жить. А я хочу тебя сказать, что когда действительно человек принимает то, что мы сказали, что я дитя Божий, я хороший, у меня Бог любит таким, какой я есть, то даже больше не появляется желание в комнате искать какие-то отвлекательные черты. Я живу, я счастлив, я не хочу видеть любого другого. Я наоборот буду так жила, как Бог видит во мне маленький круг, видит чего-то хорошего. Я точно так же буду разглядывать, будешь кто-то хороший. Мне кажется, это очень хороший опыт и такой пример, как стать тем человеком, который может загнать человека в комплекс, и Бог в комплекс за человеком. Костяна, это мой мод. Это моя цель по жизни, искать в каждом человеке, это классно. Мне получается, потому что люди говорят, что нет, но как ты можешь разговаривать с этим человеком? Потому что у него ничего нет, не абсолютно, не внешность, не внутренняя, а это вызов. А это вызов, это человек есть, он создан, у него есть дар жизни, у него есть своя миссия. Я не знаю, какая, не обязательно какого-то, обязательно жить кому-то подавить, еще что-то. Кстати, есть такой комплекс смесительный, вы знаете? Комплекс в Салваторе, спасителя, тот, который старается, и он не может жить без этого. У нас столько подростков, которые чувствуют, что они вот проходят жизнь без какой-то миссии специальной. Мы не так готовы долго спасать, а начали спасать себя, потому что только так можно спасать голод, но начинать с себя, это так классно. Спасибо большое. Пример без полезности. Как вот, будучи человеком настоящим, как правильно реагировать, когда нас задевают или внушают, что у нас что-то не так? Мне очень много делится говорить и немного всего, и я сейчас пытаюсь с этим бороться. И вот как мне, будучи уже даже взрослым человеком, поработать с этим? Первая вопрос, кстати, на «Кто это говорит?» Этот «Кто» является активным для тебя? Это первый вопрос, который тоже нужно ожидать.